А каков хукм поздравлений, шейх? Относительно поздравлений в день праздника передается от некоторых салифов, что они поздравляли с ним. И как сказал шейх уль-Ислам Ибн Таймия, кто будет поздравлять с праздником, у него есть пример в салифах. И кто не будет поздравлять, у него также есть пример в салифах. Насчет этого мы скажем, что когда сподвижники встречались, они говорили друг другу, да примет Аллах от нас и от вас благие дела. Таким образом поздравлял Василя Ибн Аска, да будет доволен им Всевышний Аллах, передавая это от сподвижников пророка саляллаху алейхи ва салям. И передает Джубайр ибн Нуфайр, что когда сподвижники пророка саляллаху алейхи ва салям встречались, они говорили друг другу, да примет Аллах от нас и от вас благие дела. А когда имама Ахмада спросили об этом, он сказал, что отвечает на поздравления, но не произносит их первым. То есть, если кто-то скажет ему, да примет Аллах, он ответит ему, да примет Аллах от тебя, но не произносит поздравления первым. Однако мы скажем, что согласно правильному мнению, поздравления не относятся к поклонению. Необходимо различать эти две вещи. Поздравления с праздниками и какими-то датами не относятся к поклонению, о котором мы говорим, что оно может быть установлено только путем откровения. Они относятся к обычаю, известному среди людей. Является обычаем у людей во время праздников или знаменательных дат, как, например, Рамадан, поздравлять друг друга с наступлением благословенного месяца и тому подобное. Мы скажем, что это поздравление относится к обычаям, а не к поклонению. Разрешается поздравлять с праздником? Говорить, пусть каждый год приносит тебе благо. Да примет Аллах от нас и от вас благие дела. И тому подобное. Все это разрешено. В этом вопросе есть простор, и люди не должны порицать друг друга относительно этого.